Учебный класс будет на втором этаже. Эти боксы это промежуточные боксы. Дальше в том помещении раньше, где была у них пекарня, делаем общежитие для проживания и рядом тоже столовая для питания. Новый завод разместится на базе, которую общество «Союз» выкупило еще в 2017 году. Сейчас решается вопрос о выделении будущему предприятию дополнительных земель, где разместятся производственные цеха, склады и возможность подключения объектов к электричеству. А сколько этот завод будет стоить? Миллиарда три, да? Да, ну... Нет, нет, нет. Я предполагаю, ну, под 500 миллионов я не должен справиться. 500 миллионов? 100 тысяч? Ну, это же масло, это же не изоляторно. Не изоляторно, да. На территории базы уже проведена реконструкция трех зданий общей площадью 6000 квадратных метров. Под склад хранения зерна забетонировано более 7500 квадратных метров площадки. Строится линия по подработке и сушке зерна производительностью 1600 тонн в сутки. У нас плановая мощность 700 тысяч тонн. Если вы успеете попасть в первый пул проекта, отлично, мы вам всю возможную помощь окажем. И Капиксами поможем, и все вот эти вопросы по тех присоединениям. Никакой проблемы модернизировать котельную нет. То есть мы готовы это все профинансировать. Вам надо с сельхозом отработать, параметры определить. Это все рабочая абсолютно вещь. В ходе своей поездки Василий Орлов посетил и крестьянско-фермерское хозяйство «Мащенко», открыто во селе Дмитриевка Ивановского района. Четыре года назад хозяйство получило грант в сумме 3 миллиона рублей. Средства пошли на разведение крупного рогатого скота молочного направления, а также на строительство помещения для содержания животных, закупку скота молочного направления и сельхозтехники. Сейчас в хозяйстве насчитывается 80 голов в животных. В планах увеличение поголовья за счет гранта на развитие семейной фермы. У нее очень хороший показатель. Она получает на сегодня 5 тонн. Прирост идет, правильно, на каждую корову. Это очень хороший показатель для фермеров. Это, понятно, меньше, чем на больших предприятиях, но не так много фермеров, которые получают. И вот это тот пример, когда человек реально понимает, что надо развиваться. Одна из проблем, которая есть в этом хозяйстве – отсутствие хороших подъездных путей. Губернатор поручил Минтрансу области проработать этот вопрос. Юрий Камышный, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение.